Музыка Котлеров Александр Серафимович Российский художник, кандидат искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой рисунка и живописи Московского государственного университета печати, преподает с 70-х годов, автор выдающихся учебных изданий по теории рисунка, живописи, композиции, пластической анатомии. Своей поистине подвижнической деятельностью Александр Серафимович подтверждает высочайший уровень, передает историю факультета, поддерживая верность единым принципам уникальной школы, основа которой была заложена еще во Вхутемасе, ярчайшими художниками и педагогами, такими как Фаворский, Митурич, Гончаров, Воснецов, Захаров, Жилинский. Александр Серафимович, а вот как Ваш путь в искусство начался? – Начался с того, что меня мои родители пытались учить игре на пианино. За неимением слуха для меня это было крайне затруднительно, а вот рисовать я очень любил. И в конце концов, уже в более-менее серьезном возрасте, родители поняли, что все-таки лучше смириться. И отдали меня в детскую художественную школу на Кропоткинской, она, кажется, называется номер один. – Знаменитая школа. То есть Вы с детства гнули свою линию? – Ну да, хотелось. Тем более у меня был ныне покойный старший брат, сын моего отца, скажем так, Лев Серафимович Котлеров, очень известный художник. И вот как бы его работа, она меня стимулировала, могу ли я делать что-то похожее. И мне это было интересно. Ну вот, а потом как-то пошло дело, и с небольшим годом я подготовился к поступлению в полиграф. – Вы легко поступили? – С первого раза, да. – О, здорово. – Но легким это поступление не назовешь, потому что действительно пришлось попотеть в преддверии. – И потрудиться. – Да. – А кто Ваши педагоги были? – Ну вот Андрей Дмитриевич Гончаров, глава, тогдашний глава факультета нашего, Павел Григорьевич Захаров, Воль Николаевич Ляхов, который преподавал нам дизайн книжного искусства. Пожалуй, основные. – Известные фамилии, сильные имена. – И потом пришлось сотрудничать уже, когда я стал преподавателем с замечательными художниками такими, как Май Петрович Митурич, как Дмитрий Дмитриевич Жилинский, как Андрей Владимирович Воснецов. Тоже можно считать учителя и коллеги одновременно. – То есть благодаря таким именам вообще понятно, что Вы передаете из поколения в поколение какую-то традицию русской школы. – Ну, русской школы, да, школа действительно русская, но всё-таки мы имеем свои отличительные черты. Школа полиграф, она русская, но самобытная. – А в чём основная идея самобытности? – Мне кажется в том, что мы не, так сказать, заявляя о себе, как о школе реалистической, не ограничиваем понятие реализма проблемой сходства изображения и натуры. То есть мы пытаемся как бы за внешним обликом вещей разглядеть нечто более глубокое, а именно не просто пространственную конструкцию, но композиционные ритмы, цветовая гармония, вопросы построения пространства, структуры изображения. То есть вот то, что словами передать трудно, но что как факт существует, как некая абстрактная сущность, то превращающаяся в конкретику изображаемого, то снова в глазах зрителя перетекающая в абстрактную форму. – Здорово. То есть другими словами можно сказать, что поиск замысла создателя, да, как расшифровка какая-то. – Ну если уж так высоко сюда поставить, то попытка расшифровать. – Здорово. Отличная форму. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова перского патсля Субтитры создавал DimaTorzok Александр Серафимович, вы занимаетесь педагогической деятельностью, у вас есть своя теория композиции, преподавания. Вы можете охарактеризовать учеников, можно ли вообще научить рисовать, научить человека творчеству? Такое возможно? Ну, учить человека творчеству невозможно, но можно так организовать обстоятельства, что он проявит себя с лучшей стороны. Я немножко перевираю, цитирую известного советского психолога Выгодского, он сказал эту фразу. В свое время я закончил аспирантуру, все в том же полиграфии, и как-то так сразу после окончания института поступил в аспирантуру, закончил ее. Потом меня забрали в армию, я защищал диссертацию в военной форме, и вот с тех пор преподаю. И, конечно, некоторые навыки и умение формулировать свои мысли, они пришли благодаря работе над диссертацией. А на какую тему у Вас диссертация была? Вот как раз конкретное, абстрактное предметное изображение на плоскости, о чем мы начали говорить. Пожалуй, это основное, да, в изобразительном искусстве? Ну, возможно. А как Вы считаете, что важнее, форма или содержание? А это, по существу, неразрывный континуум формы и содержание. Но какой-то баланс всегда должен быть. Форма содержательна, содержание оформлено. Опять же, переверненная цитата из Владимира Андреевича Фаворского. Не бывает формы без содержания. Просто оно бывает невнятным, а бывает более... А как насчет формализма в искусстве? Ну, формализм, понятие, по-моему, искусствоведческое и уже теперь канувшее в небытие. Что такое формализм? Я не очень понимаю. Не знаю, не знаю. Это слово для меня как-то потеряло смысл в современном контексте. КОНЕЦ КОНЕЦ Мы видим в вашем творчестве реалистическую направленность. И хотелось бы узнать, какие у вас ориентиры для того, чтобы в наше время продолжать творить в реалистическом жанре, скажем так. Ну да, но реалистический жанр – это же не срисовывание с натуры, чтобы было похоже. Здесь есть страна, очень глубокая, абстрактная страна, если хотите, ритмы, композиционная структура изображений. Всё, что не поддаётся переводу на язык слов, явно присутствует в любой по-настоящему реалистической, а не натуралистической работе. Вот для меня это, да, ориентир. Я хотел бы оставаться в русле не подражательности, а такого вот, если угодно, структурирования своего восприятия реальности. А для чего вот это происходит? Вот можете на этот вопрос ответить? Для чего рисует художник? Ой, вот я из-за того, что мне это нравится. Пожалуй, вот так. А вот на какого зрителя Вы рассчитываете? Какая Ваша адресная аудитория? То есть это люди, разбирающиеся в искусстве или несведущие люди? То есть вот что Вы хотите им сказать своим творчеством? Вот даже затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что есть люди несведущие, но чуткие к цвету, к форме. Есть люди эрудированные, но лишенные, вот как я, музыкального слуха, они бывают лишены чувства восприятия изобразительного искусства. Поэтому определить своего зрителя мне затруднительно. Пусть лучше сам зритель определит, нравлюсь ли я ему или нет. Субтитры создавал DimaTorzok А вот скажите, пожалуйста, нужно ли быть художнику коммерческим в наши дни? Вообще опасное дело. Опасное дело. Это не всякий выдерживает испытания золотым тельцом. И я вот вижу на примерах повседневных, как люди теряют свое художественное качество в погоне за тем, чтобы побыстрее заработать. Меня Господь хранил, потому что педагогика меня в основном кормила. И, конечно, я понимаю, что жить-то надо. А педагогика так же и сдерживает. То есть вы должны быть примером для своих учеников. Это во-первых. А во-вторых, слава Богу, не дает помереть по-новому времени. А вот по поводу художника и среды для творчества. Нужны ли для художника какая-то враждебная среда или дружественная? Вот для раскрытия его таланта и творчества. Ну да, искусство должно пребывать в некой полемике. Иногда оно бывает дружественное, иногда бывает именно полемика довольно жесткая. И я полагаю, что нужно. Нужно, потому что нельзя быть художником, не выставляясь, а показывая себя публике, ты уже вступаешь в некие отношения с коллегами, с людьми, которые принимают твое искусство или нет. И вот спасибо тем, кто не принимает, потому что хочется быть убедительным и декларировать себя более и более внятно. А как вы ваше творчество можете охарактеризовать? То есть оно в полемике, вот с нынешней ситуацией? Ну, я специально не заострял себя на этом, но, видимо, да. Видимо, да, судя по тому, что я вижу в выставочных залах, во многом я считаю себя оппозиционером. Кому? Ой, ну, не будем называть имен. Нет, я имею в виду направления. Направления какие? То есть, вот какие сейчас существуют мейнстримы? Ну, современные, так называемые актуальные искусства для меня оппонент. Я его не принимаю. Ну, все эти, вот сейчас вылетело, придется приостановить. Как они называются, эти господа, которые занимаются... Перфомансистами? Да, да, перфомансами и прочими. Инсталляцией. Да, да, да. То есть вы считаете это недолговечное, да, искусство? Нет, я не считаю ничего в этом смысле, но я просто вижу, что здесь зреет разрушительное начало. Да, 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 безусловно, деструктивное. Да, и мне кажется, что искусство должно быть позитивным. Позитивным, опять же, не в смысле обласкивания всех зрителей подряд, но неси некий энергетический заряд, строительный, но не разрушительный. То есть должно ли оно быть красивым или нет, вот искусство? Ну, слово загадочное, красивое, для одних красивое. Ну, эстетика, да, целая наука, этика, эстетика. Конечно, конечно. Ну, красиво, если привлекает глаза зрителя, наверное, кажется красивым для одних и не очень для других. А какие вас темы особенного привлекают? Да самые разнообразные. Я занимался и графикой, и станковой, и книжной. Сейчас, последние десятилетия, только живописью. Это и пейзаж, и натюрморка, и портрет, и все что угодно. А, я вот, кстати, забыла спросить. А вот, возвращаясь к актуальному искусству и диалогу с ним, как вы считаете, какое искусство будет в будущем? Сохранится ли живопись или нет? Вот каким вам видится искусство будущего? Мне кажется, что за последние несколько тысяч лет, как в анатомии, так и в психологии человека, произошло очень немного изменений. И мне думается, что отступление от какой-то вот такой сквозной линии искусства, которую я называю реализмом, они приходят и уходят. Это направление, оно сохранится навсегда, начиная, я не знаю, от фаёмского портрета или там росписи в пещере Лоскоп, и до сегодняшнего дня. Это во многом мире. КОНЕЦ Особенно интересный период связан с вашим пребыванием в Париже. Вот можете об этом рассказать что-то? Да, конечно, могу. Просто вот было такое стечение обстоятельств, я вообще по жизни везунчик. Приезжал в Россию президент Франции Форс Помпиду, и он настоял на том, чтобы обмен, научный обмен между Францией и Россией, в него были включены не только технарии и научные непосредственно работники, но и преподаватели других видов, в том числе и искусства. И вот я попал как раз во все необходимые параметры, то есть у меня было тогда меньше 35 лет, и я был кандидатом искусствоведения. Ну и меня делегировали туда, процесс длился как-то очень долго, не было ни ответов, ни приветов на посланное предложение. Да, и бюрократия, да. Почему, я не знаю, может быть, даже и не столько наши, сколько и французские тогда. И в то время у нас на кафедре, заведовал кафедрой рисунка и живописи, Дмитрий Дмитриевич Жилинский. И к нему в гости неожиданно приехал никто иной, как господин Уберланды, это директор Лувра тогдаши. И Дмитрий Дмитриевич, зная о моих этих мыторствах, он пригласил меня в гости и познакомил с господином Уберланды. Я с ним сумел переговорить на своем ломаном французском. Но все-таки. Да, и он пообещал мне, что окажет помощь. Действительно, в очень скором времени пришло приглашение. И я по тем временам оказался в чрезвычайно интересной, приятной ситуации. Я в течение 10 месяцев пребывал в Сит-Эд-Эзар и стажировался в высшей школе декоративных искусств в Париже. Что, конечно же, оказало известное влияние на мою дальнейшую работу и как преподавателя, и как художника. Здорово. Жалко, что не удалось продолжить вот эту программу. И вот как вы пытались обмен студентов. Да, обмен студентов устроить. Но тогда изменилась ситуация. Уже вот этого приятного отношения с Западом. Время это отошло куда-то в сторону. И не удалось. Несмотря на приглашение от французов уже приезжать с группой студентов, ничего не удалось сделать. И только сейчас мы смогли провести два пленера во Франции. О, здорово. А у вас много работ на французскую тему? Не так много тех, которые я писал там, потому что, ну, может быть, с десяток. Потому что было очень много желаний увидеть, как можно больше путешествовать, смотреть. Напитываться этим. Да. КОНЕЦ Я понимаю, что это утопия, но все-таки хочется заглянуть в мир художника и узнать, откуда берутся темы для произведений, где черпается вдохновение, как приходит идея творчества. Ну, по-разному. Иногда ты попадаешь в условия, когда тебе диктуется идея творчества, ты работаешь в издательстве или, как я когда-то сотрудничал с ныне ушедшим от нас комбинате графических искусств. Была предложена тема, и ты будь любезен ее выполнять. Ну и, между прочим, большинство произведений мирового искусства выполняются именно таким образом. По заказу. Конечно. Да, имея заказ. Сикстинская капелла тоже по заказу писалась. А иногда бывает так, что возникает некий импульс между тобой и тем, что ты видишь в натуре, и необъяснимым образом тебя какой-то мотив привлекает. И здесь рассказать о том, что и почему, мне не представляется. То есть для вас первична натура, а какие-то умозрения, или это все вместе как-то? Ну, наверное, первична натура, а потом могут возникать и умозрения. А как вы считаете, вы когда-нибудь смогли бы заниматься абстрактным искусством? Нет, мне это неинтересно, потому что вот именно когда ты видишь оживление, материализацию абстракции в конкретной форме и переход этой конкретной формы обратно в абстракцию, вот это, по-моему, наполняет изображение, искусство богатым смыслом. А когда есть нечто одно, да, декоративно-красивая вещь, ну, не знаю, мне это не так интересно, как вот эта война между абстрактным и конкретным. Это, пожалуй, самое интересное. И эта мысль, она в полиграфе, как раз вот в Академии печати, она витает. Университет печати. Университет, простите. Она вот эта мысль витает. То есть никто из педагогов не теряет вот эту мысль, я заметила. Ну, пожалуй, да, это в некотором отношении одна из фишек нашей школы. А вот что для вас является высоким искусством? Высоким искусством. Да вообще-то говоря, от натюрморта Джорджа Маранди до Сихстинской капеллы, я полагаю, это всё высокое искусство. Именно, может быть, потому, что это искусство, которое смотрит несколько выше головы натуралистического сходства. Видит что-то за... Вот именно вот такое высокое. Тут немножко... Вот вы назвали такой промежуток. А кого-то из современных, ныне живущих художников вы могли бы выделить? Кто вашего внимания заслуживает? Ой, так нет. Ну, во-первых, если кого-то не назовёшь, обидится. Нет, ни в коем случае. Вот в нашем контексте. Имеется в виду российский художник? Да, да. Ну, пожалуйста, я не знаю, с глубочайшим уважением отношусь к ныне здравствующему Дмитрию Дмитриевичу Жилинскому. Рядом с ними я хочу поставить Александра Андреевича Ливанова, контрастные совершенно фигуры, да. И тем не менее, у них есть вот это общее. Есть мастера, ушедшие от нас, вот, скажем, Бениамин Матвеевич Басов, великолепный станковый график, живописец иллюстратор. Ну, вот, примерно так. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Александр Серафимович. А какую-то свою работу Вы можете выделить или серию, или какой-то период, как наиболее удавшееся, как что-то знаковое? И чем Вы более-менее можете быть довольным? Ну, во всяком случае, не раз бывало, что та работа, которая казалась тебе удачной, со временем теряет свое достоинство. И наоборот, некоторые работы, которые были, так называемыми, проходными, вдруг, когда к ним обращаешься снова, оказываются чем-то привлекательными. Нет, наверное, я не стал бы выделять какую-то определенную работу или работы, но вот много пришлось посвятить летнего времени пейзажам деревни, которые мы с семьей проводим каждое лето. И среди них есть некоторые, за которые мне не стыдно, наверное, есть несколько, один-два натюрморта. Вот этот интерьер моей души мастерской, пожалуй, вот так. Здорово. Спасибо Вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.